Сайлент Хилл это серия хоррор игр от Konami. Наверное нет игры более мрачной и более глубокой в данном жанре. У Сайлент Хилл имеется огромная фан-база, которая по сей день ждет выхода новых частей игр. Также Сайлент Хилл породила несколько фильмов и комиксов с различным уровнем успеха. Я нашел айсберг на данную игру, но оказалось, что на него уже есть разбор на зарубежном ютубе. Я его перевел и дополнил информацией, которую смог найти, чтобы айсберг не казался слишком сухим. Ссылка на оригинальный ролик будет в описании. Скорее всего вы уже слышали, что такое айсберг, но если нет, то это многоуровневый список фактов и теорий о том или ином произведении. И по мере погружения на дно айсберга слухи и факты становятся все более неясными или странными. В данном айсберге будет много теорий и все недостаточно интересные и даже немного жуткие. Поэтому не буду затягивать и давайте приступим к разбору. Первый слой Это обсуждается на протяжении многих лет с момента выхода Silent Hill, выпущенного в 1999 году. Команда Silent, разработчики первых четырех частей игр данной серии, использовали фильм Шварценеггера, детсадовский полицейский 90-го года выпуска, в качестве ориентира на школьный сегмент в первой игре. Хоть поначалу это и звучит как очень глупая теория, но некоторые плакаты на стене совпадают так же, как и в фильмах. Фасад школы также выглядит идентично, даже сравнивают школьные автобусы, но это могло быть всего лишь совпадение. Сайлент Хилл Франшиза Silent Hill знаменита своим множеством концовок в играх, но иногда концовки очень странные. Вторая часть игры имеет одну из самых странных и секретных концовок в игре, где персонаж входит в комнату и выясняется, что весь ужас, через который он прошел, это дело рук собаки, которая всем управляла из секретной комнаты. Сайлент Хилл был основан на небольшом шахтерском городке Централия, который можно считать городом-призраком. История гласит, что в 1962 году пожарные подожгли свалку, чтобы очистить ее к предстоящему памятному празднику. Огонь все разгорался и разгорался, добрался до шахт внизу, начав тем самым подземный пожар. Со временем начали образовываться воронки в земле, людям становилось все хуже из-за угарного газа. На одной из заправок владелец этой самой заправки решил щупом проверить, сколько в цистерне под землей осталось бензина. Вытащив щуп, он обнаружил, что он очень горячий. Но в масштабе штата внимание к пожарам начало возрастать и достигло высшей точки в 1981 году, когда 12-летний тот Домбоски упал в земляной колодец 1,2 метра шириной и 45 метров глубиной, который внезапно разверся под его ногами. В 1984 году Конгресс выделил более 40 миллионов долларов для подготовки и организации переселения горожан. Большинство жителей приняли это предложение и перебрались в соседнее поселение. Несколько семей решили остаться, несмотря на предупреждения государственных деятелей. На 2017 год в городке живет 10 человек, но все еще функционирует одна единственная церковь. Большинство игроков считают, что первые четыре части игры великолепны. Все, что было после, просто не выдерживает никакой критики. На самом деле, четвертая часть также подвергалась критике из-за того, что она отошла в сторону того, что сделала серию такой хорошей, но она по-прежнему считается удачной игрой. Игры, которые появились после четвертой части, варьируются от смешанных до совершенно ужасных отзывов. Первые четыре игры сделаны командой Silent, все последующие сторонними разработчиками, которые, судя по всему, не смогли выдержать атмосферу игры и удачно развить сюжет. Dead by Daylight – это многопользовательская игра на выживание. Один человек играет за монстра, остальные четыре играют за людей и пытаются выжить. Игра известна тем, что в ней много монстров из фильмов ужасов и видеоигр. И для игры вышло целое расширение Silent Hill, в том числе пирамида голового в роли монстра. Персонаж Марии из второй части, как говорят, был смоделирован с Кэмерон Диас, ведь есть очевидное сравнение. Также известно, что наряд Марии был почти полностью списан с Кристиной Агиллеры, который она одевала на конкурс Teen Choice Awards 1999 года. Опять тема сходства. Мэри и Лаура из второй части также сравнивались с женой и дочерью Николаса Кейджа в фильме «Кон Эйр». Они одеты в похожую одежду. Характер дочери тоже очень похож. Хоть наряд Мэри почти один в один, но цвет волос у нее совсем другой. Второй слой. Игра Silent Hill также имеет скрытые концовки, связанные с пришельцами. В четвертой части такой концовки нет, но датамайнеры обнаружили в ней файлы, связанные с НЛО. В демо 5, когда радио вещает на шведском языке, можно услышать следующее. Они здесь. Они на нашей земле. Они следят и видят все. Не доверяйте никому. Не доверяйте полиции. Они уже контролируются ими. Так продолжается уже 75 лет. Только наши лучшие силы победят. У вас есть право. Право стать одним из нас. Итак, добро пожаловать в наш мир. Скоро откроются врата в новое измерение. Что, судя по всему, тоже является отсылкой к концовкам в других частях. Это американский мистический триллер 1990 года. По сюжету ленты главный герой, почтальон и ветеран войны во Вьетнаме Джейкоб Сингер. Вернувшись с войны, он страдает от видений демонических существ на протяжении всего фильма. Данное кино – любимая Акира Имамуры, ведущего программиста первой Сайлент Хилл. Невооруженным взглядом видно, чем вдохновлялся Акира. В игре есть множество отсылок на фильм. В Сайлент Хилл 2 инициалы персонажа Джеймс Сандерленд, такие же, как у Джейкоба Сингера. Можно даже увидеть сходство между армейской курткой Джейкоба и Джеймса. Джеймс Сандерленд – главный герой второй части игры. В четвертой части вы узнаете имя управляющего домом. Его зовут Фрэнк Сандерленд, то есть он отец героя второй части игры, что лишний раз доказывает принадлежность этих игр к одной вселенной. Имена учителей в школе Сайлент Хилл имеют такие же имена, как и у участников экспериментальной рок-группы Sonic Ure. Во вступительной сцене Сайлент Хилл 2, когда Джеймс смотрит на себя в отражении, в высоком разрешении и если повысить контрастность, выясняется, что персонаж смотрит на игрока. Не самая приятная мысль, что он все эти годы смотрел именно на тебя. Пирамида Головы является одним из самых колоритных и узнаваемых монстров во франшизе Сайлент Хилл. Впервые он появляется во второй части, как проявление вины Джеймса. Он также появлялся и в следующих некоторых частях серии. Был отмечен критиками, как один из самых страшных монстров в истории видеоигр. Город Сайлент Хилл, опираясь на психику своих посетителей, создает альтернативное измерение, которое варьируется от персонажа к персонажу. Так, в Сайлент Хилл 2 на вариацию города влияет протагонист Джеймс Сандерленд. Множество монстров, которые находятся в Сайлент Хилле, символизируют его вину, желание быть наказанным и сексуальное подавление последних трех лет болезни жены. Пирамида Головы умирает только после того, как Джеймс примиряется с собственноручным убийством Мэри. В адрес последующих появлений в Сайлент Хилл, Пирамида Головы подвергался критике, так как по канону каждый монстр – это проявление конкретного человека. Каждый человек, попавший в Сайлент Хилл, видит свой персональный ужас. Но Пирамида Головы оказался настолько узнаваемым существом, что, по-видимому, его начали добавлять в следующие игры, а также комиксы и фильмы. В начале Сайлент Хилл 2 вы можете найти наполовину разорванные плакаты на стенах. На одном из них видно, что это плакат сияния Стивена Кинга. Также можно увидеть надпись на стене «Красный Ром», что в обратном порядке пишется как убийство. Этот пункт отсылает к третьей части, когда Хизер изучает хлеб. Честно сказать, я думаю, что этот пункт в Айсберге просто как шутка. Мои поиски с надеждой на пояснение этого пункта просто зашли в тупик. На реддите в комментариях один ответ – да, это хлеб. Похоже на какой-то локальный мем фанатов этой игры. Если что-то знаете об этом, дайте знать в комментариях. Сайлент Хилл Ориджинс для PSP была изначально задумана как мрачная комедия, вдохновленная комедино-драматическим сериалом «Клиника». Ведущий дизайнер Сэм Берлоу сказал, что первоначальная концепция была причудливой. В интервью с Game Informer он сказал, «Это должна была быть мрачная комедия. Кто-то из разработчиков крикнул, что можно отталкиваться от «Клиники». Я решил, что если игра выйдет такой, это будет просто катастрофа. У серии очень хардкорная база поклонников, которая не примет такие радикальные изменения в игре». Какой игра получилась бы, мы никогда не узнаем. Третий слой Фанатская теория говорит о том, что Тревис Грейди из Сайлент Хилл Ориджинс – это серийный убийца. Теория основана на том, что Тревис был травмирован своей матерью, которой, как она выражалась, «существа из зеркального мира», сказали, что Тревис – это дьявольское отродье, которое надо убить. Но убить себя и Тревиса она не успела. Тревис выжил, а мать скончалась в больнице. Позже повесился и его отец. А на тот момент, еще будучи ребенком, Тревис разговаривал с уже мертвым отцом до самого утра, пока их не обнаружила уборщица. То, что происходило после этого инцидента в жизни Тревиса, остается загадкой. Очевидно, в силу такого стресса, в столь юном возрасте, мальчик пошел на убийство, когда стал старше. И теория о том, что главный герой Сайлент Хилл Ориджинс – серийный убийца, может быть правдивой, потому что, если у тебя плохая концовка, Тревис лежит на столе, связанном, и члены секты вводят ему неизвестную жидкость. Перед ним всплывают различные фрагменты, и он слышит звуковые отрывки, крики неизвестных людей. Эта концовка означает, что монстр мясник является личностью Тревиса. Или, возможно, что сам Тревис является серийным убийцей, и все-таки причастен к смерти своего отца. Фотографии жертв преступлений, которые Тревис находит в мотеле Риверсайд, возможно, являются жертвами преступлений Тревиса. Также, если игрок подберет лопату и осмотрит ее в инвентаре, Тревис произнесет следующее. Хорошо подходит для нанесения увечья и захоронения тел. Это японская компьютерная игра в жанре визуального романа, вышедшая эксклюзивно на приставке Game Boy Advance в марте 2001 года. Игра является частью одноименной серии видеоигр и частичной адаптацией первой Silent Hill. Официально она была издана только на территории Японии. Речь идет об данном отрывке из игры. Не отстаньте выглядеть так смол, Вы не единственная человек в этой комнате. Вы приходите здесь и вытеснете сплывать их крови. И вы слышите их кричьи. Вы чувствуете счастливы, когда вы взлетесь на их и взлетесь на их жизни. То есть Хизер, скорее всего, обычных людей видит монстрами. Этот момент никогда не уточнялся, но и другие персонажи из Сайлент Хилл тоже говорили, что не видят никаких монстров. Например, Лора из второй части. Но большая часть игроков склоняется к тому, что Винсент и вправду просто пошутил. Мы не так много знаем о Винсенте, но возможно в его проявлении Сайлент Хилл вместо людей он видит что-то совсем другое. Может быть он видит что-то вроде ангелов или даже инопланетян. Реакция Хизер была вызвана тем, что это был единственный намек, который мог иметь для нее смысл. И Винсент берет свои слова обратно после того, как понимает, что она не знает, о чем он говорит. Если верить теории, что Сайлент Хилл создали инопланетяне, это может даже означать, что он видит то, чем они на самом деле являются. Это городская легенда, основанная на игре в первой части Сайлент Хилл. Оригинальный Сайлент Хилл содержит 4 различные возможные концовки. Однако вскоре после выхода игры некоторые игроки на онлайн-форумах стали утверждать, что существует секретная пятая концовка. Согласно слухам, если закончить игру на сложности Hard с рейтингом не ниже 9 из 10, то при следующем прохождении игра изменится таким образом, что можно будет пройти игру со следующей концовкой. Собрав несколько предметов, недоступных ранее, вы сможете сконструировать взрывчатку, с помощью которой можно будет взорвать ворота напротив больницы. Сделав это, вы получите масленку, которую сможете использовать для двигателя на заправочной станции позже в игре. Наконец, взяв двигатель, вы сможете установить его в брошенную машину скорой помощи возле больницы и поехать на ней. Это позволит вам получить пятую концовку игры, в которой Гарри разъезжает по городу на машине скорой помощи. Однако, эти слухи пока не подтвердились. Стэнли Коулман, бывший пациент Брукхейвенской больницы. Заметки о нем можно найти по всему госпиталю. Также возможно, что Стэнли призрак, поскольку он, кажется, обладает сверхъестественной осведомленностью о Хизер, таинственным образом знает ее имя и может перемещаться по всей больнице, не будучи замеченным. Хотя возможно, что это просто результат таинственной силы города, поскольку он преодолевает пространство и время. Также возможно, что его дневники – это проявления, подобные письмам Мэри, и могут быть результатом страха Хизер перед преследователями. В подвале больницы потустороннего мира слышно, как Стэнли задыхается, когда Хизер ходит вокруг насилок с цифрой 7. На них, как будто он отчаянно пытается с ней общаться. Валтиэль – это монстр в Silent Hill 3, его также упоминают в других играх серии. Он знает о зародившемся боге внутри Хизер и присматривает за ней для того, чтобы защитить ее, как может показаться на первый взгляд. Но похоже, что Валтиэль практически не заботится о Хизер, а скорее о боге, который спит внутри нее. Если Хизер умрет, существует случайная вероятность того, что Валтиэль перетащит ее труп в ближайший Орел Солнца, намереваясь воскресить. Таким образом, Валтиэля не обязательно считать опекуном или хранителем Хизера, поскольку он просто отправляет Хизер по одному пути к ее смерти, так как рождение бога обеспечивает смерть матери-носительницы. Анжела – персонаж игры Silent Hill 2. Она молодая женщина, разыскивающая по городу свою пропавшую мать и несколько раз пересекается с Джеймсом Сандерленом. В Silent Hill 3 Хизер встречает существо, которое поедает тело женщины. Лицо и одежда похожи на Анжелу, видимо, это ее модель из второй части с измененным цветом волос. Мэри Сандерленд – покойная жена Джеймса, персонажа второй части, однако ее полное имя – Мэри Шепард Сандерленд. Это означает, что ее девичья фамилия Шепард, и она имеет связь с Алексом Шепардом и его семьей в Silent Hill Homecoming. В промо-дневнике к Homecoming Алекс также задается вопросом, была ли она связана со мной? Красный квадрат – это повторяющийся символический объект, который появляется в нескольких играх серии Silent Hill. Хоть и существуют предположения, настоящее значение красного квадрата по-прежнему неизвестно. Художественный руководитель Масахира Ито скрывал значение красных квадратов. В сентябре 2020 года он дал подсказку. У красных квадратов есть несколько причин. Я не хочу говорить слишком много, и в основном оставлю это на ваше воображение. Например, в Silent Hill 2 квадраты могут символизировать письмо Мэрию, а в лабиринтах лица преступниками также покрыты листами, на которых написаны названия их преступлений. Также можно увидеть красные квадраты, закрывающие рты медсестер. Точного ответа нет, есть только догадки и предположения. Трэвис Грейди из Silent Hill Origin может открыть костюм собаки из концовки второй части. Четвертый слой Речь идет о седьмой части игры. Под заголовок Shattered Memories, что дословно как разрушенное воспоминание или осколки памяти, относится к разрушению и переосмыслению воспоминаний игрока из оригинальной игры. Видимо планировался некий перезапуск серии. Но события Shattered Memories происходят в другой вселенной, отличные от основного канона, включая историю, персонажи и их отношения и локации. В Silent Hill есть три типа астральных миров. Реальный мир, мир тумана и потусторонний мир. Потусторонний мир – это кошмарная версия. И по теории фанатов, у потустороннего мира есть свой потусторонний мир. Лично я думаю, что это просто разговоры. Ведь, как вы знаете, город Silent Hill создает персональный ад для человека, который этого заслуживает. И в подуровнях просто нет нужды. Потусторонний мир не является реальностью, он все еще реален на другом плане существования, который обычным людям невозможно понять и трудно описать человеческим языком. Масахиро Ито – японский геймдизайнер, иллюстратор и арт-директор, получивший известность за его работу в качестве дизайнера монстра в первых трех игр серии Silent Hill. На протяжении многих лет фанаты писали ему, спрашивая о теориях и фактах касательно серии игры. Он опровергал или подтверждал некоторые из них. Поэтому фанаты стали говорить, что если вы точно хотите узнать что-то по Silent Hill и на 100% быть уверенным, что это является каноном, просто напишите Масахиро. Речь идет о Silent Hill 2. Теория о том, что Джеймс все же не убивал жену три года назад, как он утверждает. Возможно это произошло три дня назад или три часа. И ее тело лежит в багажнике все это время, что он находится в Silent Hill. Когда об этом спросили Масахиро Ито, он ответил, что ее тело находится на заднем сиденье, а не в багажнике. В Silent Hill 2 Джеймс видит сообщение, написанное кровью. Здесь была дыра. Что подразумевает собой некую теорию, что это прямая отсылка к Silent Hill 4. Ведь в Silent Hill 4 Гэри, главный герой, путешествует в разные потусторонние миры через дыру в своей квартире. Скорее всего это не отсылка или связь. Хотя бы по той причине, что четвертая часть вышла гораздо позже. И маловероятно, что разработчики настолько далеко продумали сюжет своих дальнейших игр. Так как надпись находится на баре, я думаю, что эта надпись говорит о том, что в душе у Джеймса дыра после утраты жены. И он пытается залить ее алкоголем. Лиза Гарленд, медсестра, которая появляется в первой Silent Hill. Она лечила Олесу после того, как ее сожгли в оккультном ритуале. Лиза умирает в событиях первой игры, но возвращается в более поздних играх как призрак. Эта фанатская теория предполагает, что она была мертва все время, но умерло лишь ее физическое тело, а сознание продолжило свое существование внутри альтернативного мира. Таким образом, в один прекрасный день, Лиза уже не смогла покинуть мир иной и осталась там навечно, не осознавая собственную смерть и обреченная продолжать жизнь внутри вечного цикла Олесы. Тем самым, разделяя участь людей, умерших в реальном мире и обитающих в ином. Обратите внимание, что на протяжении всей игры мы встречаем Лизу только в кошмарном мире. Разве это не лучшее доказательство существования медсестры только внутри мира Олесы? Во второй части Джеймс встречает пару трупов. Их теория гласит, что все эти трупы Джеймса. Так как у него суицидальные наклонности, эти тела могут быть им. Даже игра начинается с намерения его убить себя, пока его не позвал Сайлент Хилл. Так что все эти видения порождение самого города, а как вы знаете Сайлент Хилл визуализирует твою темную сторону. Тела также имеют свое предназначение для дальнейшего путешествия Джеймса. Один из самых известных трупов – это труп в квартире, который похож на Джеймса. Мертвое порождение Джеймса смотрит видеозапись в отеле. Казалось бы, что это всего лишь теория, но один из разработчиков подтвердил это в небольшом документальном фильме, прилагаемом к версии для PlayStation 2. Эта кроличья нора очень глубока, чтобы освещать ее. Но в интернете много дискуссий, даже несколько видео с разделами, в которых утверждается, что первый Сайлент Хилл – это полный урок духовной алхимии и основных оккультных принципов. Чтобы углубиться в данный пункт, уйдет очень много времени с разборами сюжета и прочего. Если вкратце, есть люди, утверждающие, что сюжет Сайлент Хилл – не про личные переживания и чувства вины, и не о голосе морали подавленной памяти, а о том, что все построено вокруг оккультизма и о реальности потустороннего мира. Если кому-то будет интересно, я, может быть, сделаю отдельное видео об этом. В Сайлент Хилл Доун Пьюр в закусочной Devil's Pit Stop на столе лежит записка, в которой написано, что для индейцев Сайлент Хилл был важным местом. Также в Сайлент Хилл «Книга потерянных воспоминаний» говорится, что в окрестностях Сайлент Хилла коренные американцы проводили таинственные ритуалы. Эта земля ценилась как священное место в религии коренных американцев и почиталась как место притихших духов. Получается, что Сайлент Хилл построили над захоронением индейцев. Возможно, отсюда и пошла вся эта паранормальщина. Алекс Шепард возвращается с войны и обнаруживает, что его семья пропала. Оказывается, Алекс никогда не был на войне и придумал все в своей голове, чтобы заполнить пустоту во времени. Около четырех лет он провел в психиатрической лечебнице вместо госпиталя для военно раненых. Из-за того, что когда он с младшим братом был на озере, он разозлился на младшего брата и в порыве ненависти получилось так, что младший брат ударился головой о борт лодки и утонул. Алекс испытывал психологический шок и его отправили в психиатрическую лечебницу, а родители сказали, что он ушел в армию. Возвращаясь домой, он попадает в Сайлент Хилл, чтобы справиться с чувством вины. Хотя теория говорит о том, что Алекс на самом деле не виновен и его брат утонул из-за обычного несчастного случая. Но со временем, проведенный в психиатрической лечебнице, он потерял связь с реальностью и поверил в то, чего не было. Чтобы полностью понять эту теорию, нужно пройти игру и узнать все мелочи самому. Пятый слой Кролик впервые был замечен в Сайлент Хилл 3 в парке развлечений в качестве талисмана парка развлечений. И был много раз в следующих Сайлент Хилл с тех пор, как появился. Хоть кролике не двигается и кажется, что он находится в игре только для того, чтобы заставить игрока чувствовать себя неловко, теория гласит, что он разумен и знает, когда вы рядом. В Сайлент Хилл 4, когда вы смотрите в дыру в квартире соседки, вы видите Робби на кровати. В следующий раз, когда вы посмотрите в дыру, он будет смотреть прямо на вас. Эрнест Болдуин Эрнест Болдуин – одинокое, страдающее агорофобией и человеконенавистническое существо, которое обитает в особняке Болдуина. Мы знаем, что Мария – плод воображения Джеймса, и есть мнение, что Эрнест тоже его плод воображения, и все заметки Эрнеста написал сам Джеймс. Эрнест также может являться призраком, на что указывает тот факт, что Мария никогда его не видела. Это может быть причиной того, почему он так неохотно показывается ей. Он утверждает, что не может покинуть свой особняк, и когда Мария наконец входит в комнату, в которой он, по-видимому, находится, она оказывается пустой. «Держись подальше от особняка с привидениями», также написано на внешней стороне этого особняка. На протяжении всей Сайлент Хилл 2 пирамида головы преследует Джеймса. Он является воплощением его вины, но есть теория, что пирамида головы является помощником главному герою. Если вкратце, то пирамида головы и встречается нам 8 раз, только в трех из них он нападает, и то в двух случаях мы открываем огонь первые, а в третьем случае он это делает специально, чтобы мы попали в нужную локацию для продвижения по сюжету. Хотя пирамида головы действительно служит своего рода механизмом наказания для Джеймса, он также действует как своего рода руководство, и его совет прост и часто повторяется – убей Марию. Пирамида головы убивает ее 3 раза, однако она всегда остается живой, потому что Джеймс должен сделать это сам. Мария – это двойник его жены Мэри. Мэри изображается доброй и любящей, но Мария часто относится к Джеймсу с презрением и гневом, и в один конкретный момент слабости к Джеймсу она намеренно морочит ему голову. Настоящая цель пирамида головы – убедиться в том, что Джеймс осознает, что он сделал, убедиться, что он покончил со своими заблуждениями и понял правду. Мария служит прямым противовесом этому влиянию. Подводя итог, пирамида головы – спаситель Джеймса, а Мария – мучительница и каратель. PT – это отмененный Silent Hill под руководством Кодзимы. Многие считают эту демоверсию игру страшнее большинства полноценных хорроров. После того, как демка была удалена с серверов Sony, люди заметили – у Sony Европа все еще есть зашифрованные версии игры, которые по-прежнему лежат на их серверах. Многие моддеры и хакеры пытались извлечь файл, чтобы сделать игру вновь доступной на консолях, но их попытки все еще не увенчались успехом. Эта теория основана на шепоте, который Джеймс Эндерленд слышит в комнате 209 апартамента в Blue Creek в Silent Hill 2. К сожалению, трудно разобрать последние несколько секунд звукового эффекта, поэтому эта теория будет только строить предположения о том, что можно четко услышать. После просмотра видео кажется, что можно услышать следующее. «Увидеть свою мертвую жену», «Вернуться домой», «Постирать белье, чтобы сбежать». Это означает, что это звуковой флэшбэк, действие которого происходит до событий Silent Hill 2, когда Мэри была еще жива. Таким образом, фраза «Увидеть мою мертвую жену» указывает на то, что Джеймс собирается навестить Мэри в больнице. Он называет ее мертвой из-за того, как она обращалась с ним, когда была больна. Так как посещения обычно вызывали напряжение между супругами, поскольку Мэри часто выходила из себя в гневе. Таким образом, она была призраком своего прошлого. Следующая строка «Вернуться домой, постирать белье, чтобы сбежать» является сленговым термином для обозначения мастурбации. Для Джеймса мастурбация была способом убежать и выплеснуть разочарование, вызванное болезнью жены. И поскольку он не мог удовлетворить свои потребности с Мэри, ему пришлось делать это самому. Сексуальный подтекст – обычное явление в Silent Hill 2, поэтому не стоит исключать его и до событий игры. Шепот служит Джеймсу напоминанием о каком-то событии в его прошлом. Интересно, что шепот очень тонкий и трудноразличимый, что говорит о том, что Джеймс еще не полностью восстановил подавленные воспоминания и все еще находится в замешательстве относительно всей ситуации. Неслышимая часть указывает на воспоминания, которые все еще полностью подавлены. Скорее всего, это его идея убить собственную жену. В Metal Gear Solid V The Phantom Pain был обнаружен жутковатый радиоотчет относительно хоррор-эксперимента Хидея Кодзимы – Пяти. В индустриальной зоне Нгумба, которая располагается на границе Англоу и Заира, можно найти кассетный магнитофон, который проигрывает записи новостных сообщений, которые бесконечно крутятся в Пяти. В данном случае голос диктора не искажен. Само зачитываемое сообщение о домашнем убийстве было одной из особенностей Пяти, с деталями преступления, повторяемыми как мантры на протяжении всей игры. У Пирамида Голового есть странный мешок или подушка на шее, и никто не знает, что это такое, поэтому люди назвали это подушкой. Во время выхода Silent Hill 4 MTV с группой Taking Back Sunday при поддержке Konami сделали клип с участием персонажей из Silent Hill 4 для серии видеомод на MTV, поэтому Konami дала лицензию на создание этого, и да, это крутили по телевизору. Вот мы и на самом дне, в глубоких водах. Те, кто из вас знаком с Silent Hill 4 The Room, должны знать все об Уолтере Саливане, маньяке-убийце, который был брошен в квартире 302 и воспитан культом Орден. Что вы, возможно, не помните, так это чрезмерное количество символизма, связывающего нарушенные взгляды Уолтера на жизнь с тем, что ему сделали обрезание в младенчестве. Один из администраторов Википедии по Silent Hill написал длинную и бессвязную статью о том, как, по его мнению, Уолтер стал жертвой калечащих операций на половых органах. И впадается в мучительные подробности о том, что обрезание на самом деле является конструкцией сатанизма и иллюминатов. А врачи — это марионетки этого заговора, не только в игровой индустрии, но и в нашем мире. В общем, если вкратце, один администратор является ненавистником обрезания, считая это заговором, приплетая Холокост и другие ужасы, и поставил в пример главного антагониста четвертой части. Там очень много информации, но человеку из СНГ эти проблемы будут казаться очень далекими и несущественными. На ютубе есть ролик, где автор почти целый час пытается доказать, что Silent Hill 2 — это аллегория Холокоста. Судя по комментариям к данному ролику, многие считают, что это самая надуманная и самая высосанная из пальца теория. Ссылка на ролик будет в описании. Согласно информации, озвученной в Твиттере бывшим редактором IGN Аланой Пирс, в отмененном ужастике разработчик хотел объединить виртуальные и настоящие миры. Журналистка слышала о том, что перед началом прохождения Silent Hills предлагала пользователям принять условия соглашения с отказом от дальнейших претензий, поскольку игра каким-то образом должна была взаимодействовать с ними в реальности, например, отправляя электронные письма или текстовые сообщения от лица персонажей. Причем происходило бы это даже тогда, когда сама игра была выключена. Впрочем, в дальнейшей переписке с пользователями Пирс добавила, что полученный ею инсайт мог оказаться лживым. Она не стала ничего утверждать, отметив лишь, что только подозревает это. Однако зная приверженность Кодзимы к постоянному прощупыванию границ возможного и его нестандартный ход мышления по части разработки игр, мы бы не удивились, если бы геймдизайнер действительно планировал нечто подобное в Silent Hills. Это был весь айсберг, если я что-то упустил, поправь меня в комментарии. По Silent Hill очень много теорий, возможно больше, чем в какой-либо другой игре. И большинство этих теорий на самом деле достаточно жуткие и интересные. Приятно видеть, что спустя 30 лет игроки все еще любят эту серию игр и всячески пытаются ее разобрать по полочкам. Спасибо за просмотр! Если не будет тяжело, поставь пожалуйста лайк или дизлайк. Если нравится подобного рода контент, подписывайся. Удачи! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok